Ну вот в кулуарах сейчас работает еще один наш корреспондент Наталья Юрьева. Она пообщалась с коллегами, узнала их настрой, что будут спрашивать. Наталья, я так понимаю, там есть не только кого послушать, но и на кого посмотреть? Это так. Сейчас мы видим, что последние журналисты входят в зал для пресс-конференции с Владимиром Путиным. Корреспонденты стали съезжаться сюда, в Центр международной торговли, аж за 4 часа до начала мероприятия. Наша съемочная группа тоже приехала очень рано, и мы пообщались со многими коллегами. Некоторые из них выглядят по-настоящему ярко. Например, корреспонденты из Оренбурга приехали с пуховыми платками. Коллеги из Коголыма с шаманским бубном. Он выглядит устрашающе достаточно. А корреспондент из ТВ нарядилась в национальный костюм. Считается, что если выделиться, то больше шансов привлечь внимание президента и задать ему свой вопрос. Это уже, так скажем, наше именно редакционное творчество. К этому бубну мы прикрепили такие атласные ленты, перышки, колокольчики. Тут лапки северных диковинных птиц. Я надеюсь, что президент оценит. Оренбургский пуховый платок – это символ Оренбуржия. Поэтому вот наша делегация из четырех человек – вот у нас такой символ. Конкуренция очень большая и надо постараться. Поэтому я подошла так креативно к вопросу оформления плаката и наряда. По подсчетам корреспондентов на прошлой пресс-конференции глава государства ответил каждому 30-му. В этот раз конкуренция еще больше. На 14-ю пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовалось рекордное за все годы существования формата количество журналистов – 1702. Причем из совершенно разных изданий. От гигантов мировой прессы до региональных газет. Наряду с американской Wall Street Journal, китайским Синьхуа и немецким Шпигель, Мичуринская мысль, сибирский характер и Биробиджанская звезда. Давайте послушаем, какие вопросы подготовили наши коллеги. Мой вопрос прежде всего о том, о транспортной доступности нашего региона, поскольку вот в пиковые периоды, например, перед Новым годом и летом, билеты стоят огромных денег, прямых рейсов не хватает. То есть датирование авиатарифов способствовало мобильности населению, но тем не менее рейсов прямых не хватает. Магаданская область просто оторвана от окружающего мира. Я вот добирался на пресс-конференцию практически сутки. В связи с сокращением, с тем, что американцы выходят из программы по сокращению ракет средней дальности, встанут ли снова на вооружение в нашей яснинской дивизии ракеты, которые были сокращены до этого времени. Мы готовы задавать вопрос о российско-китайских отношениях. Почему? Потому что мы считали, что сейчас, на данный момент, отношения между двумя странами очень важны для нас. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ожидается, что основными темами станут ситуация в экономике, международная обстановка и региональные проблемы. Большинство журналистов приехали именно из регионов. Нынешняя пресс-конференция Владимира Путина 14 по счету и первая в его новом президентском сроке. За предыдущие 13 пресс-конференции глава государства посвятил общению с журналистами без малого 43,5 часа. Что ж, до следующей 14 пресс-конференции остается около 20 минут. Валерия. Спасибо, Наталья. К большой пресс-конференции Владимира Путина мы скоро вернемся. Наш канал будет вести прямую трансляцию. Я напомню, что до нее остается уже около 20 минут. Валерия.